Меня отклоняют из-за декрета. Что же делать? Во-первых, нужно разобраться, точно ли причина в том, что вы находились в декрете. Дело в том, что когда вы выходите на рынок труда, у вас есть резюме, сопроводительное письмо. Вы как-то по-особенному разговариваете по телефону, на личном собеседовании. И все это влияет на результат, на то, как быстро вы понравитесь и как быстро вы устроитесь. Конечно же, на собеседовании задают разные вопросы, и в том числе те, которые не должны были задавать. А все ли это время вы работали, или все-таки вы уходили в декрет, а сколько у вас детей и так далее. И естественно, кажется, что раз меня отклонили, то вот скорее всего, они же вот там расстроились. Я прям видела, что они расстроились, что вопрос в том, что это декрет, перерыв, мои маленькие дети. Иногда напрямую говорят, что да, вот вы знаете, маленькие дети, а у нас тут такая работа, у нас нет возможности отпрашиваться. И кажется, что точно вопрос в декрете, что это вот основа, почему меня отклоняют. Зачастую это ошибочное мнение, то есть это не единственный фактор принятия решения. Да, конечно же, это может быть одной из причин, почему в итоге приняли решение не в вашу пользу. Но все-таки они смотрели и на ваш опыт, и на умение презентовать, и на то, почему вы уходили с прошлых мест работы, и что вас мотивирует. Все это они учитывали при принятии решения, какого кандидата нанять. Поэтому сначала усильте другие зоны, усильте свое резюме, усильте свою самопрезентацию, и потом уже готовьте ответ на вопрос про декрет. Конечно, хотелось бы, чтобы их это не интересовало, чтобы они не спрашивали. Но все равно вопрос поднимется. Но глупо идти на собеседование, не готовясь к вопросу, который точно будет, ну или с большой вероятностью будет. Давайте подготовимся. Ой, а вы бы там были в декрете последние три года. Да, последние три года это действительно был декретный отпуск, зато до этого 10 лет мои были сфокусированы на профессиональном развитии, и у меня очень сильные результаты в моей деятельности, о которых я вам могу рассказать. Ой, а как же вы, вот знаете, маленькие дети, а у нас тут такой объем работы, иногда нужно оставаться после работы. Я понимаю, что у компании есть форс-мажоры, что нужно остаться, нужно помочь компании. И когда я принимала решение, что я выхожу на работу, я все это учитывала. Естественно, я все распланирована. Как будет организован процесс, быт, как будут организованы кружки, школы, детские сады моих детей. И поэтому я все точно знаю, как это будет в классическом формате, что будет, если там, не дай бог, будут какие-то форс-мажоры. Все это продумано, спланировано, организовано с моей стороны. То есть, да, я понимаю, что производство должно работать, компания должна работать. И я прихожу для компании обеспечивать результат и, наоборот, его предохранять от каких-либо рисков. Потому что рисков много у работодателя, что что-то может пойти не так. Конечно же, намного больше. И вот то, что человек, вышедший из декрета, может в какой-то момент получить звонок, кое-что-то там нужно куда-то отлучиться. Это настолько маленький риск. Вот в череде всех рисков, которые есть у работодателей. И классно, когда есть профессионал, который может выстроить работу хорошо, качественно. И я тот самый профессионал, который может уменьшать риски работодателя. И который может помогать работодателю зарабатывать деньги.